Всем привет дорогие друзья, с вами Механик, сегодня новенькая серия City Car Driving. Мы сегодня с вами протестируем новую Skoda Octavia RS и... Ребята, а вы знали, что только для подписчиков канала действует уникальное предложение? Вы можете купить любимую игру дешевле, чем где-либо, например GTA 5. Заходим сюда и вы можете купить 100% ключ за 599 рублей. Таких цен больше нет нигде. А если вы рисковый парень, можете попробовать покрутить рулетку за 189 рублей, шанс 50%. Испытывайте удачу или покупайте 100% ключ, используя вот этот переключатель. А также обратите внимание, что у нас есть кэшбэк к любой покупке. Накапливайте деньги на своем аккаунте и забирайте игры бесплатно. Торопитесь, количество ключей ограничено. Ссылка в описании. Я когда посмотрел на нее, это просто вот что-то с чем-то. Реально, она выглядит очень здорово. У нее такие просто вот формы. Я никогда не был любителем вагов и не могу сказать, чем конкретно вот это меня зацепило. Но вы просто посмотрите на эти формы. Ну кайф же, ну кайф. Вот в прошлом кузове мне тоже она нравилась. Но вот эта, которая пошла с раздвоенными фарами впереди, просто пушка. Не знаю чем. Но вот не могу выделить какие-то отдельные моменты. Но в целом, посмотрите, шикарный внешний вид. Напишите в комментах, нравится вам или нет. Ну а мы сейчас посмотрим с вами салончик еще. Ай, ничего лишнего. Класс. Зато посмотрите, просто все есть. Все есть. Так. Оно запустилось так просто. Смотрите, моргает даже этот. А если пристегнуться? Не, пристегивание вообще пофиг. Типа можно не пристегиваться. У нас она на DSG. То есть коробка робот. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Камера заднего вида присутствует в комплектухе. И по идее, она должна наваливать очень неплохо. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Так. Фарки включим чуть-чуть. Все показывается. Все моргает, мергает все. У нас она, кстати, на автомате. И что-то я не видел. Есть ли там ручной вариант? Но она предложила сразу на автомате. Я подумал, ну раз то DSG, то должна быть супер быстрая коробка. Сейчас мы это с вами проверим. Знаете, не будем мы стоять здесь вперед в пробке. Мы уйдем с вами направо. И там, по-моему, дальше будет одностороннее. Короче, найдем сейчас, где прохватить на этой машине. Интересно посмотреть, как она рулится. Какой у нее разгон. Руль, кстати, очень легкий. И вообще, в целом, вот... Короче, напишите реально, как вы относитесь вот именно к Octavia RS. Как она вам? Мне кажется, это... Вот она очень хорошая. Она очень интересная машина. Сейчас посмотрим. Сейчас мы ее испытываем. Куда ты щемишься? Куда ты на своей ML'ке щемишься? И сидишь, кстати, высоко достаточно. Хотя машина, ну, плюс-минус низенькая. Так, что тут тоже поток людей? Ох ты, е-мое. Ходят. Куда вы ходите? Карантин. Вы ходите. Куда вы ходите? Хватит ходить. Сидите дома. Отдыхайте. Ох. А че ее так несет-то жестко? Тормоза есть. Это уже хорошо. Когда тормоза есть, это радует. Это не может не радовать. Так, отлично. Поворачиваем. В палас. Ну, хороший подхват у нее, я вам скажу. Типа, со старта, может быть, не очень. Хотя, попробуем сейчас, смотрите. Ну, в принципе, тоже неплохо. Такое ощущение, что она секунды за три разгоняется. Так, можем ли мы сюда повернуть? Нам надо в эту сторону поворачивать, по-любому. И выезжать на трассу. Пропусти, братан, пожалуйста. Пропускаешь, спасибо. О! Как раз. Все, смотрите. В палас. Прям подхват. Не ощущается вот этих переключений. То есть, коробка реально очень быстрая. Уже 140. 150. 163 было, как регион наш. И дорога заканчивается. Не хочу рисковать здесь. Хочется машину сохранить. Мы будем уезжать сюда, на вот эту загородную трассу. В принципе, чувствуется, что ее несет. И хотелось бы, конечно, до сотки ее проверить. Но думаю, что здесь нет такой возможности. Сейчас попробуем, как она держит дорогу. Так, на 100 километров в час. В повороте. Достаточно крутой поворот. Он еще, видите, с доворотом такой идет. Вроде чуть-чуть подсорвало. Но в то же время у нее просто руль такой легкий, что нет вот этого ощущения налитости. И ты не понимаешь, в какой момент ее может сорвать. Так, сейчас налево уходим. Поедем в горах мы ее немножечко испытаем. Пошло. Пошло дело, пошла жара. Смотрите, как отщелкивает передача. Она просто бам, бам, бам. Да, аккуратненько здесь нужно быть. Тут можно реально цепануть обочку и все. И до свидания. 99 километров в час. Хорошо прошло. Газ в палас. Идем дальше. Нифига он летит на Биммере. 150. 160. 170. 180. Торможу. Ну, нафиг. Жестко. Жестко едет. Очень жестко. Вот именно вот, знаете, как она классно едет. У нее хорошие передаточные числа подобраны. Она прям как надо дубасит. То есть сотка, неважно, с любой скоростью практически ускоряется. Ну, после 150 тухло едет уже. Ну, вот, по городу на ней очень круто дубасить. Реально, по городу прямо отлично она будет идти. Вот здесь, смотрите, даже. 60. Немного, наверное, резанул я Бэху там. Но он меня не догонит в любом случае. Я думаю, что я во всех этих поворотах буду намного быстрее его, если что. Если вдруг он решит за мной погнаться. Крутой достаточно поворот. Фух, тормоза реально сейчас спошли. Сейчас в горку что, бахнем? Куда ты попер, дядь? Куда попер просто? Смотрите. Просто в горку жестко ухожу. Все, сотка. Прям очень быстро нагребает. Вот даже в повороте здесь сейчас замеряемся, смотрите. Сланча с небольшого. Поехал. Раз. Два. Три. Примерно где-то три, три с половиной секунды едет. На мой взгляд. Не знаю, она в стоке должна так ехать? Наверное, нет. Скорее нет, чем да. Это может какой-нибудь стейдж два тут у нас. Пуск, выпуск, прошивка. Наверное, чуть-чуть не хватает какой-то стабильности на скорости, но тем не менее, смотрите, 150 идем. Тормоза б шикарно отрабатывает просто. Все круто, реально. Очень крутая тачка. Я хотел ее немного, если честно, присрать, но когда я ее посмотрел, я вот такую думаю, блин, а как я это сделаю, если она такая крутая? А она еще едет хорошо. Все как назло. Я думал, эта серия будет чисто унижения Шкоды. Но нет. Не получается ее. Но объективно не получается. Она реально хорошая. Вообще, эта тормоза просто песня. Най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най. Братан, ну че? Ладно, ладно. Должен ты по правилам ехать? Ну, едь. Че? Че тебе еще скажешь-то? Ну все, уезжай. Ой, я че, первую воткнул? Первую воткнул вместо драйва. Ну, по привычке уже, я думал, что на механике. Ну, просто приятно смотреть на то вот как... Просто посмотрите сейчас на стрелку спидометра вот здесь, на приборной панели. Посмотрите на нее внимательно. Смотрите. Обалдеть. Очень приятно на нее смотреть. А сейчас еще вот так немного. С двух тысяч тронемся. Смотрите. Не шлифует ничего. Она прямо без пробуксовки спокойно. Бам-бам. Отстреливает передачу просто как горячие пирожки. Бам-бам-бам-бам. Вот так они. Класс. Вообще. Я не то, что в шоке. Я просто приятно удивлен. Машина очень достойная. Сейчас мы ее разложим, кстати. Или нет. Да, разложим сейчас. Ну, по сути... Не, не разложил вроде. То есть, просто в поле улетел. Ничего ж такого. В поле просто ушел. Аккуратненько сейчас мы с вами поднимемся. Давайте посмотрим, как она это сделает. А диски, по-моему, с Туарега диски. 18-е какие-то. Подвеска жесточайшая просто. Жестче не бывает. Так, а у нас на ней полный привод или нет, кстати? По-моему, на РС-ках полный привод. Я вот не уверен, но мне кажется, что должен быть полный. Или передний. Попробуем. Ну-ка. Такое ощущение, что пробуксовалось только переднее колесо. Ну, вы видите, да? Интересно, достаточно это работает? Не знаю, короче, как, но... В общем, вы видели сами все. Это был не ручник, если что. Вот это ручник. Нет, не работает так. Такое ощущение, что передний все-таки привод здесь. Хотя я всегда думал, что полный на РС-ках. Вот так вот в салоне ты сидишь, пассажиром сидишь, кайфуешь. С правой стороны как будто на японца летишь. Нормально, кстати, тоже удобно. Руля не видно, это непривычно. И поэтому габариты чувствуют очень как-то неудобно. Ну, вот, если есть разметка, то по разметке можно ехать. У меня главная дорога. Я не смог просто тормозиться. Ох ты! Что, я все приехал здесь? Не увидел столбик я. Давай, уезжай. Уезжай. Опять я первый воткнул. Ну-ка, а быстрее я буду, чем робот, нет? Сейчас попробуем. Первая пошла. Да, по-моему, быстрее. Не могу точно сказать, быстрее или нет, но мне кажется, да. Идеально просто рулится, и тормоза хорошие. Сказал и это, меня чуть понесло, но машину удержал спокойно. Вот, 150, вообще скорость комфортная для нее. Но вот 120, 120 просто вообще, как будто, как будто 50 км в час едешь. Это был слепой обгон. Никогда так не делайте. Это нельзя так делать. Это жестко было. В общем, как-то так, друзья. Ну что, на этом будем заканчивать. Такая вот машина у нас сегодня была. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока!